Бальзамический уксус Ачетто бальзамико Наверняка вы все знакомы с этим замечательным продуктом Это все-таки больше не уксус, это больше приправа Кисло-сладкая приправа Она готовится из виноградного сусла Сусла это виноградный сок, не фильтрованный Приготовленный для приготовления вина Виноградное сусло уваривается вдвое, втрое до густоты Получается как бы сироп И после этого сироп заливается в бочки И выдерживается, ферментуется минимум 3 года Вот этот уксус трехлетка Потом уже идут более дорогие сорта, которые выдержатся 12 лет 18, 20 Есть даже супер дорогие эксклюзивные сорта, которым 100 лет Первые упоминания о Ачетто бальзамико были еще в 1042 году В манускриптах, в итальянских монастырях были найдены записи и упоминания о нем Вы знаете, почему называется бальзамико? Потому что вначале вот этот уксус использовался как бальзам для лечения ран И только уже позже его стали применять в кулинарии Соус, который мы с вами приготовим, это маст хэв любого кулинара Он подходит практически для всех блюд Для рыбки, как соленой, так и жареной Для мяса, для колбас и различных мясных деликатесов типа прошютта И многих других сыровяленых изделий К сырам, к фруктам, к салатам, к десертам, мороженым То есть нет конца и края фантазии и применению этого замечательного соуса Ни в коем случае не нужно использовать дорогие сорта бальзамического уксуса Потому что вот эта трехлетка будет прекрасно звучать в нашем сегодняшнем рецепте Три полных стакана по 250 мл нашего уксуса Также мы сюда с вами добавляем 100 грамм тростникового сахара Из трех стаканов бальзамического уксуса Мы с вами в итоге получим где-то приблизительно один стакан То есть мы с вами его сейчас будем уваривать Существует три метода приготовления такой глазировки Первый метод это просто вот уксус такой, как он есть И он уваривается Получается слегка сладковатый и достаточно агрессивный по своей кислоте Второй вариант то, что делаем мы с вами И третий вариант это один к одному Одна часть уксуса, другая часть сахара Обычно это используется для десертов, мороженого и тому подобное Теперь включаем плиту Максимальный огонь Довоим до кипения Снижаем температуру и увариваем до состояния сиропа Ну вот посмотрите, ребята Все у нас закипело Я чуть-чуть снижаю огонь Периодически помешивайте, чтобы он у нас с вами не подгорел Все-таки это уксус достаточно густой Открывайте окна, потому что невозможно Очень сильный запах уксуса Но результат того стоит Кастрюлю обязательно возьмите с широким дном Вот видите, как у меня Так, чтобы было максимальное испарение Наш соус готов Вот посмотрите Прошло в среднем 30 минут Как еще понять, что он нужной густоты Вот берете чистую ложечку, опустили в соус Соус не стекает Видите, как он лениво капает И он сейчас горячий Когда глазурь остынет, она будет еще гуще Посмотрите, как она у нас с вами на тарелочке Видите, он не стекает То делаем дальше Берите стеклянную баночку, заливайте Охлаждайте Оставляйте на своей кухне Хранится он будет полгода-год Когда глазурь остынет, я наполню вот эту бутылочку Это специальные ресторанные бутылочки для украшения А вы сделайте уже, как вам нравится Соус у нас готов Рыбку засолили Встречаемся через 30 часов 30 часов прошли Давайте продолжим работать с нашей рыбкой Но вначале я вам хочу показать Вот, помните то, что мы с вами делали? Соусик Вот так, вот видите, какой он густой Красота Просто сказка Просто сказка Завтра мы с вами будем сервировать нашу рыбку И вы посмотрите, каким образом я буду ее сочетать с этим соусом Ну, посмотрите Какая красотища Бальзамическая глазурь Дает дополнительную кислинку Сладость И вот концентрированный виноградный вкус Получается, вы знаете, невероятная комбинация Бомбическая просто То есть для людей, которые любят эксперименты кулинарные Конечно, это вот ваша тема Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok